Внимание! Птица Говорун делает объявление для тех, кто отличается умом и сообразительностью. Умом и сообразительностью. 2 ноября 2015 года, Центральным районным судом города Омска, славяно-арийские веды, признаны экстремистским материалом. Письменные решения суда, выдадут после 5 ноября. Определение по делу номер 2. 729. Дробь 2013. Заведенного 31 марта 2015 года. Судья Центрального районного суда города Омска, Соснин, при секретаре Клевакиной, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы гражданского дела по заявлению прокурора Омской области в защиту интересов Российской Федерации о признании материалов экстремистскими, ходатайство заинтересованного лица о назначении судебной экспертизы, установил. Прокурор Омской области обратился в Центральный районный суд города Омска с заявлением о признании экстремистскими материалами следующих книг издательства Радович. Славяно-Арийские Веды, Санте и Веды Перуна, Книга Мудрости Перуна, Круг 1, Сага об Англинах. Книга 2, Книга Света, Слово Мудрости Волхва Велимудро. Книга 3, Инглиизм, Древняя Вера Славянских и Арийских Народов, Слово Мудрости Волхва Велимудро. Книга 4, Источник Жизни, Белый Путь, Сказы. Славянское Миропонимание, Подтверждение Книги Света. В обосновании заявленных требований прокурор области в тексте иска представитель заявителей Быкова в судебном заседании ссылаются на те обстоятельства, что в ходе проведенной прокуратуры Омской области по информации УФСБ России по Омской области проверки установлено, что в рамках расследования по уголовному делу обнаружена серия из пяти книг, являющихся единым информационным продуктом, далее по тексту, именуемых славяно-арийские веды. Согласно выводам экспертного заключения доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка и лингво-дидактики Омского государственного педагогического университета, По результатам лингвистического исследования, от 29 апреля 2014 года, в текстах славяно-арийских вед обнаружены Косвенная, негативная оценка, представители отдельной расы, женщин с черным цветом кожи. Императивные высказывания, с семантикой побуждения к действиям, отражающим запрет на межрасовые браки. Выраженная имплицитная информация, о превосходстве представителей белой расы, по отношению к черной расе. Кроме того, в текстах книг, прослеживается установка, на чистоту белой расы. Следует отметить, что адвокатами, защищающими славяно-арийские веды, подано обжалование этого решения, вышестоящую судебную инстанцию. При необходимости и возможности будет проведен специальный эфир, с участниками данного судебного дела. Следите за событиями и анонсами. Понял сам. Передай другому. Желаю всем добра. Ваш Говорун. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...